После последних заявлений сумасшедшего московского царька Путина о том, что Европа должна платить России за рашистские газы, рашистские углеводороды в рейхс-хрублях, даже такая, знаете, долгодумающая страна и экономический колосс, как Германия, сказала, что все, I'm done, как говорят по-английски, с меня хватит. И приняла моментально, приняла, это удивительно для Германии, это, собственно говоря, тектонический сдвиг, приняла решение о вытеснении, повальном вытеснении российских углеводородов из жизни Германии от слова вообще. В настоящее время предпринимаются все усилия, ну, во-первых, уже закуплен жиженый газ в Соединенных Штатах Америки, в довольно больших количествах, закуплен газ в Катаре, они уже едут, это первый момент. Второе, это вообще, это немыслимая вещь была ранее, но это будет сделано, будут расконсервированы угольные электростанции, и, собственно говоря, будет хоть нечего делать, придется заниматься опять выработкой электроэнергии при помощи угля. Они опять сядут на уголь, на некоторое время, понятно, что его потом заменят, но вот прямо сейчас надо сесть на уголь с тем, чтобы заменить российский газ. Соответственно, это будет сделано моментально, и к, ну, моментально для такой большой страны, это период где-то год и так далее, но они рассчитывают к середине 24-го года, то есть ровно через два года, привести ситуацию к тому, чтобы российский газ занимал в системе немецкого, скажем так, топливопостачания, я не буду говорить как это по-русски, вы, я думаю, поняли, не более 10%, на сегодняшний день это количество около 50%, то есть они сейчас будут делать абсолютно все, что только возможно, чтобы только заменить российский газ чем угодно, в том числе и углем, и это давным-давно, это то, о чем мы им говорили, какой российский газ, вот это вот Меркель, вот, к которому я, ладно, я не хочу материться по этому, по Ютубу не надо это делать, вот, но у меня, когда я при слове Меркель, у меня кроме вот этих вот самых слов нет вообще никаких, которая провела Северный поток-2 в то время, как нужно было закрыть Северный поток-1 и вообще обрезать им все щупальцы, которые они тянули в Европу. И вот сейчас Германия все равно это будет делать, они все равно закроют Северный поток-1, не будет никакого российского газа в Европе, не будет, вообще не будет. Это, Германия, самый большой потребитель этого всего дела. Если уже Германия такое сказала, то все остальные найдут себе как, как, где и чем заменить. И, собственно говоря, уже находят, уже этим заняты. Тем паче, что московский царек, он сам всех к этому подтолкнул, заявив, что они будут себе платить в рублях. Ну, иди нахрен, да и все. Вот и весь ответ Европы. Его сразу же послали нахрен, причем сразу с полдесятка президентов, включая руководство ЕС. Сразу сказали, иди нахрен, все. И вот, кстати, как он будет теперь своему охлосу рассказывать о том, что его послали, что никто ни в каких рублях ничего покупать у него не будет. А скоро вообще ничего покупать не будет. Но это уже придется рассказывать кому-то другому, мне кажется, а не Путину. Потому что что-то мне подсказывает, что очень скоро Путин познакомится с табакеркой Павла Первого. Все будет Украина. Слава Украине!